Дает нам возможность прикоснуться к византийской традиции. Мы знаем, что византия это не просто музыка или икона. Это целое мироощущение, целое восприятие мира. И православный человек очень хорошо знаком с византийской традицией. Мы знаем, какое впечатление византийское пение произвело на послов князя Владимира. Когда славяне приехали в храм Святой Софии, в Константинополь, и были буквально потрясены. Как они потом описывали свои ощущения, мы не могли понять, где мы находимся, на небе или на земле. Поэтому я очень благодарен вам, что даете нам такую возможность. Пожалуйста, пожалуйста. Да, парни, давайте назад чуть-чуть дойдем. Большая просьба них, но в Чатараполе посвящаются или Богу или Богоматери. То есть поются не для зрителей. Понимаете? Да? Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Богородица военачальница Действительно, Пресвятая Владычица Богородица является в течение веков как побеждающая военачальница православных христиан. Этому свидетельствуют события. Открываем историю, доходим до 626 года, находимся в Византии, в городе наших мечтаний, в Царьграде, Константинополе. Тот год был кризисным. Император Ираклий со своей армией воевал в Губини-Азии с персами, которые похитили честный крест Господний с Иерусалимом. Между тем, Константинополь оказался в условиях страшного испытания. Враги с востока, севера и юга, перси и авары осадили город, суши и моря. Несчастные жители города без императора, без армии, с малочисленной стражей сражались неравным в юг. Падение горды считалось свершенным. Варвары послали предложение византийцам сдаться. У вас нет надежды, сказали они. Только если станете рыбами и уплывете в Босфорский пролив или птицами, чтобы улететь в воздух, тогда спасетесь. Это не говорили с гордостью. Однако человек предполагает, а Господь располагает. Византийцы смолились к Пресвятой Владычестве, Крестной Деве Марии. И что же последовало? Что-то сверхъестественное, чего человеческий разум не может постичь. Победили не барвары, а малочисленные стража, сражаясь о мужественной стене города. Или, пожалуй, победила Пресвятая Богородица чудом, которое она явила, и об этом свидетельствует история. Ночью подул сильный ветер, поднял большие волны и утопил корабли Богородица. Только доски остались на воде. Утром, когда враги увидели, что осталось сих плота, сняли осанны и шли. Все признали, что это Пресвятая Владычество совершило чудо. Знак признательности был составлен первый окапец Божьей Матери. Горожане собрались в храме в Лакерно и стояв всю ночь в первом поколу Божьей Матери. Типер Макус тратеготта Некитирия. Сбрана его его Демпобедительная. Типер Макус тратеготта Некитирия. 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 Ламбрин, что значит в переводе с древнегреческого от Пасха. Это светлый день. Пришла Пасха, раснияются и ложим их возле и спорн. Пришла Пасха и многое вам лета. Мы говорим Христос воскресе и слышим в ответ воистину воскресе.